12 апреля в актовом зале городской мэрии прошло заслушивание отчета о деятельности отдела учета и распределения жилья и отдела опеки и попечительства за 2016 год. В работе собрания приняли участие первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместители главы администрации Хайбула Умаров и Исмаил Дадаев, начальники отделов и управлений аппарата администрации города. Первым был заслушан доклад Гульхану Магомедовой, руководителя отдела учета и распределения жилья, которая отметила, что план приема документов был выполнен в полном объеме. На сегодняшний день исполняется жилищное законодательство от 29 декабря 2004 года за номер 188. Сроки рассмотрения заявлений граждан о постановке на учет не нарушаются. Списки принимаемых граждан на учет жилищной комиссии утверждаются распоряжением администрации ежемесячно. На сегодняшний день на учете граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, состоит 4 317 семей, в том числе общая очередь 1747 семей, люботная очередь 2570 семей. Отказы в принятии на учет граждан производятся при наличии живой площади. Работу отдела опеки и попечительства за 2016 год активу города зачитала начальник ведомства Светлана Черевханова, параллельно ознакомив с основными направлениями деятельности отдела. Одной из приоритетных задач, по словам Черевхановой, в деятельности органа опеки и попечительства, функции которого исполняет администрация города, является реализация государственной политики по защите прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, нуждающихся в помощи государства. Отдел опеки также занимается патронажем недееспособных граждан. За 2016 год в орган опеки поступило 53 заявления о детях, оставшихся без попечения родителей. 49 детей из них устроили всеми граждан, в основном это под опеку. 5 детей усыновлены гражданами Российской Федерации. В 2016 году были подготовлены документы на усыновление 5 детей, в том числе 3 отказников. На конец 2016 года у нас в отделе опеки состоят 72 ребенка, не достигших совершеннолетия, усыновленных посторонними гражданами. Все усыновленные находятся в течение трех лет на контроле отдела опеки. Специалистами отдела обследуются жилищно-бытовые условия семей, составляются отчеты по результатам обследования. Нарушения в данных семьях не выявлены, дети воспитываются в полноценных семьях. Работу отделов как положительную оценил заместитель главы администрации Смаил Дадаев, подчеркнув, что это действительно обширный и объемный участок работы, который требует от людей большую самоотдачу и ответственность. По осуществлению своей деятельности должны учитываться в первую очередь интересы граждан. Хотелось бы, чтобы такая положительная тенденция была продолжена в текущем отчетном периоде, подытожил Дадаев. В завершении собраний были зачитаны решения актива города, которые работу подотчетных отделов признали удовлетворительной. Царема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».